В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Зона отчуждения. 26 апреля. Годовщина Чернобыльской аварии. Одно название о судьбе магазина «Звездные» по улице Некрасова. Силы в движении военнослужащие Саровской дивизии отметили юбилей «Динамо». Далее расскажем обо всем подробно. Авария на Чернобыльской АЭС, произошедшая 26 апреля 1986 года, самая мощная техногенная катастрофа в мировой истории. В ликвидации аварии принимало участие около 600 тысяч человек со всех уголков СССР. Несмотря на обилие новейшей техники, главной движущей силой процесса были люди. Специалисты и простые работники, которые своими руками исправляли последствия этой чудовищной катастрофы. Ровно 32 года назад, в ночь с 25 на 26 апреля, произошла авария на Чернобыльской АЭС. Тогда никто не представлял, какими будут последствия этого страшного события. В ликвидации аварии приняло участие более 600 тысяч человек со всего бывшего Советского Союза. Водители, строители, военные, врачи и люди других профессий. В 18-летнем возрасте Елена Спиряева как повар отправилась в Чернобыль. У меня командировка была с 5 октября по 5 ноября. Там уже более-менее как бы этот, ну что, мы были в 30-километровой зоне. Вот, ну, в лагеря, нас оформили в лагеря. Это значит Киев, потом там поселок Тетерев. Вот, и нас в лагерях, где раньше дети, эти пионеры жили, мы нас разместили там. Елена рассказывает, что ей приходилось видеть пустые дома, заброшенные деревни, на территории которых присутствовала постоянная слежка. Один шаг не в том направлении, и заражение обеспечено. Пройдя по опустевшим улицам города, Елене и ее соратникам приходилось сразу менять одежду. Мы как-то, знаешь, не задумывались. Мы работали. Мы работали, мы делали свое, выполняли свой, как говорится, свой долг. А что, о последствиях не думали. Наверное, по своей молодости и беспечности. Уже потом мысли начали приходить такие, что, что мы здесь делаем. Все, кто находился на территории АЭС, носили с собой профессиональный прибор-дозиметр, который определял уровень радиации. И если единица измерения излучений показывала выше нормы, то это могло негативно сказаться на здоровье человека. Но добровольцев это не останавливало. Каждые 10 лет всем, кто помогал в ликвидации Чернобыльской аварии, вручают благодарственные письма и медали. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Выломанные замки и разбитые стекла. Здание бывшего магазина «Звездные», что по улице Некрасова, уже год пустует. А жители соседних домов лишились не только удобного продуктового супермаркета в шаговой доступности, но и покоя. С вопросами, кто должен следить за состоянием помещения и когда объект обретет нового хозяина, бдительные горожане обратились в нашу рубрику «Городской дозор». Посреди улицы Некрасова появился неопознанный предмет. Подойдя ближе, понимаешь, что это стол, на котором когда-то упаковывали продукты покупатели магазина «Звездный». Сегодня от популярного когда-то продуктового супермаркета осталось одно название. Безобразие. Закрыли, по-моему, уже год назад. И здание стоит. Это никем не обслуживается. Удобный был магазин. Всегда было. Мало было народу, в отличие от Плаза, Спара. Вот. Всегда можно было зайти с детьми, купить шоколадку. Поэтому жалко, что его не стало. Стали машину оставлять, просто сюда заезжать, и это превратилось в бесплатную автостоянку. Что тоже как-то не очень для детей хорошо. Произведения начинающих или, скорее, неудавшихся уличных художников, осколки витрин на парапете и полузаброшенная прилегающая территория. Все это создает не самую живописную картину в центре большого спального района. Город наш грязный. Не убирается. Власти нет. Раньше это как-то лучше было, когда работал. Сейчас как бы в упадок все приходит. Объявления на двери гласят, что магазин не работает с 24 апреля прошлого года. И, по словам жителей соседних домов, бывший «Звездный» практически сразу стал излюбленным местом скопления компаний подростков. Они-то и нанесли урон зданию. Я уже звонила в полицию дважды. Здесь молодежь собирается, устраивает здесь такие. Вот там все двери раскрыли, они были закрыты. По крыше там бегают, и по этому ящику стучат, пьют посуду. Помещение магазина находится в собственности муниципалитета. Объект выставлен на торги. Ранее его арендовало обеспечение в НЕФ. Но договор был расторгнут, а здание передано в казну. Пока помещение не обрело нового хозяина, за ним должна присматривать МУП «Товарная база». У нас заключен в настоящее время договор безвозмездного пользования с МУП «Товарная база». Согласно условию договора, все эти вещи прописаны. Они должны обеспечивать сохранность, уборку и присмотр за данным зданием. По словам директора товарной базы Сергея Поздяева, для контроля за состоянием здания на территорию Звездного несколько раз в неделю выезжают специалисты. Закрепить за объектом сторожа или охранника невозможно. Там просто-напросто нет отопления. Поэтому обеспокоенным жителям района приходится прибегать к помощи полицейских. Судьба Звездного решится на аукционе 28 мая. Стартовая цена лота – 26 миллионов 850 тысяч рублей. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Саровский драматический театр приглашает Саровчан на премьеру комедии «Лекарь по неволе» по пьесе Жанна Батиста Мольера. Автором постановки стал номинант на премию «Золотая маска» режиссер Эдуард Шахов из города Уфа. Первые премьеры спектакля пройдут 5 и 6 мая. Начало 18.00. Билеты в кассах театра. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Управлении соцзащиты помогут Саровчанам подготовиться к акции «Бессмертный полк». Специалисты учреждений на бесплатной основе сделают серокопию фотографий, а затем распечатывают и на листе формата А4. Более подробная информация по телефону 699-24. В пятницу 27 апреля в актовом зале городской администрации пройдут публичные слушания по застройке микрорайонов 1А и 1Б. Начало в 17.00. Напомним, в этих районах предлагают построить жилые дома секционного и башенного типа, индивидуальное жилье, поликлинику, торгово-развлекательные и физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты торговли, детский сад, школу, а также многоуровневые стоянки. 12 мая в Сарове пройдет «Велоквест». Так называется интеллектуально-спортивная игра, участники которой передвигаются на велосипедах по ходу, решая интересные головоломки и участвуя в различных конкурсах. К участию допускаются команды, в составе которых есть хотя бы один сотрудник ядерного центра. Второе обретение мощей преподобного Серафима Саровского – основание города Первомайска – столетие Солженицына. Эти и многие другие вопросы осветили на 10-й юбилейной студенческой конференции по истории, которая прошла в Саровском фистехе. В этом году тему обозначили как «Ядерное университет и духовное наследие Сарова – знаменательные даты года». Подробности в следующем репортаже. На доклад отводится 8 минут. За такой короткий отрезок времени нужно представить слушателям и жюри самые интересные факты по теме. Для этого Даниле Лопатникову с однокурсниками и в читальном зале пришлось поработать, и даже позвонив в Нижегородскую комиссию по канонизации. Исследовательская работа увлекла студентов настолько, что им в руки попала уникальная книга. «Я нашел книгу, написанную еще при царе, то есть книга 1903 года. Она вышла, когда канонизировали преподобного. Читать ее сложно, там везде всякие непонятные буквы, твердые знаки. С ней было сложно». За два дня конференции было представлено более 30 докладов, которые были посвящены знаменательным датам и деятельности известных исторических личностей, политиков, писателей и ученых. «Мы ограничиваемся отечественной историей, во-первых, потому что у нас предмет отечественная история. И, во-вторых, мы ограничиваемся, ну, так более или менее, либо знаменательными датами года, либо атомным проектом». О тесном переплетении духовности и науки в нашем городе говорил и специальный гость конференции, доцент Нияо Мифи Аркадий Селенко. По его мнению, Саров представляет собой особый пространственно-временной узел. «И если не разрубить этот узел, то, по крайней мере, сохранить вот эту связь времен, историческую связь времен, это задача ваша, задача вашего поколения». То, как справились первокурсники с поставленной задачей, оценивало жюри, в состав которого традиционно входят преподаватели САРФТИ, представители городских организаций, ядерного центра. Елена Грецкова, Владимир Есеников, Сергей Рябов, служба новостей, САРО-24. Символ памяти и воинской славы. По всей стране стартовала акция «Георгиевская лента». Впервые акцию провели в 2005 году в рамках проекта «Наша победа в Москве». Спустя три года акция уже стала международной. «Георгиевская лента» – это выражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя и всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 году. Ребята из Центра внешкольной работы совместно с Общественным движением «Волонтеры Победы» ежегодно проводят эту акцию. В преддверии 9 мая они выходят на улицы города и раздают прохожим георгиевские ленты. Но Даша Гаврилова принимает в ней участие впервые. Девочка даже подготовила для вручения лент специальную речь. Если вы знаете, какой ценой нам досталась эта победа, если вы гордитесь своей страной, то сделайте георгиевскую ленточку символом своей памяти. Анастасия принимает участие в акции уже не первый год. К празднованию Дня Победы девушка относится с особым трепетом. Даже знает историю появления георгиевской ленты. Георгиевская ленточка ведет свою историю от ленты к солдатскому ордену Цветового Георгия Победоносца. Она имеет два цвета – черный и оранжевый, обозначающий дым и пламя. Является символом доблести и славы. Георгиевская лента – это не аксессуары. Носить ее нужно правильно. Волонтеры советуют завязывать ленту тремя способами – петелькой, крест-накрест или бантом. Также существуют определенные правила и стандарты, куда можно прикреплять георгиевскую ленту. Их всего три. Ее можно прикрепить на лацко надежды, на сумку или рюкзак, или на антенну автомобиля. Прикреплять ее на велосипеду, на коляске категорически запрещается. В этом году активисты раздадут более 7 тысяч лент. Акция «Георгиевская лента» пройдет 5, 6, 7 и 8 мая с 17 часов около здания Клуба здоровья и Ледового дворца. А 9 мая горожан ждет насыщенная праздничная программа. С 9 утра на площади Ленина пройдет парад, торжественный митинг, шествие бессмертного полка. В парке Зернова развлекательная программа начнется в 14 часов. А в 22.30 на мосту по улице Строитель Захарова всех ждет праздничный фейерверк. Мария Руничка, Статин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24. 95 лет назад в Москве появилась организация, основная цель которой – привлечь к занятию спортом сотрудников органов безопасности и правопорядка. Это было московское общество «Динамо». Именно в нем начинали свой путь десятки заслуженных мастеров спорта, чемпионов Олимпийских игр мира, Европы и страны. Саровское соединение войск национальной гвардии присоединилось к празднованию юбилея легендарного спортивного общества. На стадионе «Икар» прошел большой спортивный праздник. Спортивные кубки мокнут под весенним дождем и терпеливо ждут своих обладателей. Пасмурная погода и осадки точно не повлияют на боевой дух участников большого спортивного праздника. Войнаслужащие войск национальной гвардии стремятся всегда находиться в хорошей физической форме. И в свободное от службы время отправляются на тренировки и в спортзалы. «Спорт, я, конечно, за спорт всегда. Спорт – это наша жизнь, движение – это жизнь. Нужно двигаться, нужно совершенствоваться, нужно готовить к себя, к будущему. Ну и физические данные, они очень нужны нам для выполнения наших задач». Александр питает слабость командным видом спорта. Любимые направления – баскетбол, а также силовые дисциплины и упражнения на выносливость. Что касается службы, то на плечах Александра лежит ответственная миссия. Он обеспечивает безопасность и пропускной режим на заводе «Авангард». «Это очень большая ответственность – иметь государственные погоны на плечах, нести ответственность даже в период службы, даже в быту. Даже идти домой по форме – это великая честь, должна быть для каждого офицера». Соревнования военных, посвященные юбилею «Динамо», в очередной раз доказывают важную объединяющую силу спорта. Офицеры, прапорщики, сержанты, военнослужащие по призыву. Вне зависимости от звания и количества звезд на погонах, сменили военную форму на спортивную и отправились за главными трофеями соревнований. «Физическая подготовка и спорт занимает важную роль в подразделениях Росгвардии, способствует успешному выполнению служебно-боевых задач военнослужащими по предназначению. В целях популяризации спорта, здорового образа жизни военнослужащих, сплочения коллектива в целом». В спортивном многоборе приняло участие порядка 300 военнослужащих. Лучшие спортсмены и команды определились в семи дисциплинах. Перетягивание каната, мини-футбол, баскетбол, гири, подтягивание, прыжки в длину и шведская эстафета. Дарья Цапорыгина, Владимир Есеников, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. Восточная мудрость гласит – мед, лекарство от ста болезней. И это неудивительно. Натуральное лакомство хранит в себе природные секреты здоровья и долголетия. Найти сорт меда по душе можно в Центре культуры и досуга в НИЭФ. Там начинается работу выставка «Медовая феерия». С 27 по 30 апреля в Центре культуры и досуга в НИЭФ проходит ярмарка «Меда». Пчеловоды Михайловы уже не первый раз в нашем городе. И саровчане успели по достоинству оценить мед с их пасек. На ярмарке традиционно представлен огромный выбор этого натурального лакомства. Удивительный хвойный мед, богатый йодом, полезен для щитовидной железы. Каштановый мед улучшает кровообращение. А еще мед с пыльцой. Всего три чайные ложечки его в день, и никакие простуды и вирусы вам больше не страшны. Пыльца очень полезна для деток, для взрослых. Это тоже как профилактика идет от простудных заболеваний, потому что в пыльце очень много содержится полезных витаминов. Конечно, на медовой ярмарке вы найдете все традиционные сорта меда. Липовый, гречишный мед, диких пчел, майский мед. Есть мед с мумиё, с пиргой, с ягодами. И один из самых полезных видов лакомства – мед с прополисом. Прополисный мед с живицы тоже очень полезный. Прополис – это вообще природный антибиотик. Он от всех заболеваний – и бронхиты, и ларингиты, ангины. Его очень и тоже хорошо кушают для профилактики. Впрочем, какой бы мед вы ни выбрали, любой из сортов поможет вам сохранить здоровье. Всего одна чайная ложка в день укрепит ваши суставы и кости, сделает сильнее ваше сердце, приведет в порядок нервную и эндокринную систему и нормализует работу желудочно-кишечного тракта. А что уж говорить о простудных заболеваниях. Тут мед просто незаменим. Он поможет справиться и с температурой, и с насморком, и с кашлем. По душе детям и взрослым придется мед с ягодами. А для ценителей лакомства – мед в сотах. И традиционно на ярмарке «Медовая феерия» вы сможете приобрести продукты пчеловодства – прополис, пыльцу, пиргу, мазь для суставов и маточное молочко. Спешите! Ярмарка работает в Сарове всего несколько дней – с 27 по 30 апреля. Вас ждут в Центре культуры и досуговнеев с 10 утра до 6 вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова